Друзья, приветствую всех на канале Просто Дима. Очередной мой обзор стоянки автоконфиската. В общем, в принципе, формат видео, прошлого видео с небольшими изменениями, в основном вам понравился. То есть, как обычно, посмотрим всю стоянку, новинки более подробно, а все, что продано, будет скриншотами прикреплено в конце видео. Так что, друзья, кто хочет посмотреть, что продали, перематывайте в конец. Тайм-код я сделаю в описании под видео. Ну, а мы начинаем. Смотрю, без изменений прицеп этот, по-моему, что-то в районе 500 рублей. Фермер 659 рублей, 643 вот этот вот кентавр-культиватор и 515 вот этот вот кентавр, пока без изменений. Значит, вот эти вот пока не продаются, техника вот эта вот, она еще ждет своего судебного решения. Обанкротилась одна фирма. Сейчас посмотрим, быстренько, что тут на стоянке мото. Рекс-мото 338, Минск 414, Альфа 445, Зон-Джен 1142. Просили его посмотреть более подробно, ребята, на втором канале будет обзор. Хорс 1060 и Хонда Дио 570. Значит, здесь Вилсатис 7641, по-моему, чуть-чуть уценился. Вот это, по-моему, что-то новое, да. Лагуна. Лагуна 1. Нету еще ценника, возможно, на приемке. Ну да. И вот этот вот Крайслер Гранд Караван, Додж, точнее, с гробом наверху. 4.021, чуть-чуть уценился. Давайте глянем лагуну бегло. Видно, что она подкрашивалась. Какие-то тонированные такие, затонированные задние фонари. Тут вот зазорчик не пляшет. То есть подваривались, скорее всего, пороги. Ну и здесь вот, видите, на крыле такая вот бяка. То есть крыло все лущится. Да, бензиновый двигатель. Ну какой тут? Скорее всего, 1.8. Стандартный у них этот двигатель. Рено. Есть люк. Ну, салончик такой немножко подсаженный. Тут, смотрите, как разодрано 313 тысяч пробег. Передние стеклоподъемники. Тут что-то как-то все подорвано. Ну да, видно, что он подваривался там. Что-то вот обрабатывались. Вот эти вот места грунтом каким-то. Не знаю, во сколько ее оценят. Так, конечно, по состоянию. Что-то вот там капает с нее. По состоянию не ахтик. Ну и вот еще новинка тоже вижу. Значит, это у нас Mercedes-Benz Sprinter 416, CDI 2001 год, 2.7 дизель 13-420. Ну, скорее всего, это была токсичка или что-то в этом роде. Низы вот сами видите какие. Ну, как бы швы таким герметиком промазаны. Забаранинный низ на спарке. Спринтер этот. Ну, тут вот эти вот больные места. Собственно говоря, у всех этих Mercedes-Benz они выглядят примерно одинаково. Тут вот такая вот полоса. Электрическая дверь сдвижная. Ну, скорее всего, это была токсичка, я так понимаю. Ну, да. Переоборудованный полностью салон. Ну, судя по тому, что здесь вот так вот разобрано. Вот это вот. То есть, я думаю, что все-таки тантра-банда. А может и нет. Раз, два, три, четыре. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и местный. Панасоник магнитола МП-3. Не, ну, как бы, ребята, салон в нормальном состоянии. О, что-то отваливается. Абсолютно нормальный. Абсолютно нормальный салон. Ну, ребята, под капот уже, извините, не полезу. Потому что не знаю толком, как он открывается. Так, что тут у нас этот транспортер? Так, семь четыреста с копейками. Чуть-чуть, по-моему, уценился. Транзит дизельный. Три, семьсот. А вот для транзита, наверное, этого не было тоже. Что-то я не помню. Девяносто седьмого года, 2.5 дизель, три семьсот. Давайте посмотрим транзит. Тоже понятно. Шпаклёванный, крашеный. Вот так вот выглядят низы дверей. Пассажирский, два ряда тройных сидений. Потолок. В принципе, всё нормально. Резина может быть ещё. Да, с задними дверями беда, конечно. Тут тоже видно, что подваривался, подкрашивался. Ну, какой тут подлокотник какой. Да, вот видите, всё вот так вот выглядит. 347 тысяч пробег. О, смотрите, что тут с этими ковриками случилось. Пипец, ребята. Блин, а у меня же такой же точно коврик в гольфе. Надо выкидывать срочно. Видимо, на солнце. На солнце растаяли. Ну, 3700, это меньше, меньше двух тысяч долларов. 2,5 дизель. Жидкости, в принципе, охлаждающие есть. Гуры чуть-чуть мало, но есть. Так, всё в масле. В районе вот патрубков вот этих вот. Может, где-то сопунет. Масло есть. Даже ещё такое не сильно... Не сильно страшное. Не сильно чёрное. Так, Омега-Б бензиновая. 2,072 чуть-чуть уценилась. ЛТ-шка 35-ая. 6,674. Он до 7,160. Датсун тоже уценился. Ауди это. 2,8 бензиновая. 2,646. Не знаю, почему её не покупают. Она, ребята, заводится. Я слышал, как её заводили. Запускали мотор. 5,130 лагуна. 3,500 вот эта Омега дизельная 2,2. Гольф. Второй. Третий. Третий Гольф. 1,8. 1652. И вот ещё один Гольф появился. Третий. Тоже 1,8. 2,700. Блин, ну вот... Логику сложно понять. Примерно два одинаковых Гольфа. Этот 1,600. А этот 2,700. Причём, что это четырёхдверный. Это двухдверный год. У этого 94-й. Ну, у этого 92-й. Из-за того, что год только. Но, правда, да. Литые диски. Тут вот такие накладки пластиковые. Тут всё в коррозии. Купешка, ребята, короче. Купешечка. Да, оригинальное литьё. Тут что-то. Какую-то бленду. То ли с плёнки решили сделать. Белшина. Резина неплохая, кстати. Тут что-то вот... Молдинг этот оттопырился. И стекла. Ну, не знаю. Может, стекло есть, но... По крайней мере, Жуки вот такие вот. Залеплено скотчем. И плёнкой. Так. Ну, что тут смотреть-то, собственно говоря? Моно... Моно впрыск. Масло. Есть. Жижа. Ой. Болен. Не откручу. Сил не хватает. Ну, что-то там не сёрбает ничего, ребята. Жидкости... Жидкости маловато. Ну, так всё. В говне и в паутине. Так, стаканы целые. Сейчас посмотрим, что там в салоне. 1300 долларов. А, так он на автомате, ребята. Он на автомате, да. Гольф. На автомате редко. Ну, стекло, походу, разбитое, потому что, вот видите, куски стекла валяются. Это стекло... Стекло разбитое. Тут вот отсутствуют кое-какие крутилки. Магнитолы нету. Так, крыша... Вроде бы нормальная. Салон такой грязненький. Ну, и сидушка. Сидушка полностью какая-то там... Поролон уже сгнил там внутри. Ну, и по кузову тоже, смотрите, вот порожки. В общем, такое. Такое-такое. Идем дальше. Ксара. 2001 года. 4400. По-моему, чуть-чуть уценилась. Вивара. 2002. 10800. Тоже уценился. Шкода эта, ребята, уже 300 раз показывал. Она... Продается как запчасти. Не с аукциона. Так, пройдемся по Мерсикам. 660 рублей. Старичок. 123 дизельный. 200. 7663. Ешка. ЦДИ. Ну, не знаю. Такое ощущение, что забыли про нее. Забыли. И вот она стоит и умирает. Постепенно. Ксантия... 712. Чуть-чуть уценилась. Омега АА. 702 рубля. Пока ничего не изменилось. Сотка. Двухлитровая. 952 рубля. Вента. 1039. Чуть-чуть уценилась. Вот эта Волжана. 595 рублей. Нубира 1436. Не помню. Ну, Мерс вот этот продали. Но что-то никак не заберут. 707 рублей дизельный Орион. 2799 года Мондео в Универсале. Бензиновый 1.8 Passat 1263. И такой же Passat, только дизельный. 1749. Шаран 7.9 Passat 1448. Матрикс 4.471. Вектора 1663. Сантья бензиновый 1.8 Passat 2667. Маскалик. Чуть-чуть уценился. 385 рублей. Тут смотрю без изменений. И вот появилась, ребята, 34-очка. Еще одна. Давайте посмотрим. Да, коррозия. Само собой, по аркам. Литье оригинальное. Такое, как с 39-ки. Тут пороги. Такие вот. Мыши. Мыши прогрызли. Резина слабенькая. Но, ребята, черный цвет. Черный бумер. Капот тут тоже такой. Ну, видно, что он шпаклеванный. То есть шпаклевка потрескалась. Ну да, оригинальное литье везде. Ну так, все в жуках. Тут вот зазоры. Смотрите, какие. Не, ну, столько лет машине. Люк есть. Не факт, что он рабочий. Давайте посмотрим, что тут в салоне. Тут что-то тоже с дверными картами беда какая-то. Но зато богатые. Дорого-богато. Чахлы. Чахлы богатые. Механика. Передние, задние электроподъемники. Нету вот с люка этой обшивки. Ну, нет, сзади, сзади весла. Хотя там кнопки есть на электроподъемнике. Может, или что-то с салоном. Так, потолок вроде бы с большего нормальный. Тут, понятно, никаких ключей, ничего нет. Запаска присутствует. Видно, что она вся крашеная. Сейчас заглянем под капот. Трещина на лобовом стекле, кстати. О! Ну да, вон, видите, какой капот. Ну, стаканы. Стаканы еще. Вроде с большего целые. Но где-то тут, по-моему, номер кузова должен быть. На стаканах. Ну, там уже видно, что вареный. Ну, ребята, шестикотловый. Какое-то. 2,5, наверное. Жидкость есть. Масло есть. Тут какой-то типа ксенона. Что-то там. Ну, и ценника нет, ребята. Ценника нету. То есть, видимо, на приемке машина. Так. Смотрю, вот этот бортовой. Написано, продано. То есть, не бортовое. Этот. Ну, цельнометаллический. А вот этот, не знаю, может, тоже продали. Потому что люди там, смотрю, какие-то ходили. И вот сразу заодно посмотрим еще одна новинка. Еще один транзит. Тоже 2,5 дизель. 92-го года. 2,4 он стоит. То есть, 1200 долларов. Ну, это уже короткая база. У того, по-моему, что мы там смотрели, была длинная база. Тоже, понятно, шпаклеванный, крашеный. Притом так, кисточкой. Ну, а с другой стороны, если машина для работы, то зачем тут сильно заморачиваться? Фаркоп есть. Не, ну, надо сказать, что как бы не ужасное состояние. Ага. Ну, судя по тому, что тут вот какая-то пена монтажная. Все в цементной пыли. То есть, скорее всего, строители какие-то. Магнитола Пионер. Ключ какой-то там, ребята, смотрите. Блин, такой самодельный. А не, вру, это не пена. Это какой-то типа полироли. Да, полироль какой-то. Ну, так, рабочее состояние. Как бы он пассажирский, но нету сидушек. А что, ребята, купили этот бус, да? Ну, вот купили бусика. Дальше по Жигулям пройдемся. 723 рубля, девяточка. А шестая это 7560. Вот, не помню. По-моему, по-моему, чуть-чуть уценилась. Фиеста 934. Это 34-ка. 1434. По-моему, не уценилась пока. Скуда 5000 с копейками. Толедо 488. ВАЗ-21053. 726. Четырка 1000. 053 рубля. Его, ребята, появился Galaxy. Так, значит, это у нас Galaxy дизельный 1.9 98 года и цена 2808. Блин, ребята, 1400 долларов за Galaxy. Неплохая цена. Ну, тут видно, что стояла мухобойка на капоте. Ее сняли. А грязь вот эта вот осталась. Ну, тут что-то на колхожи на какие-то наклеены. Молдинги там что-то такое. Бампер выскочил. И значок, ребята, смотрите. 38-я бригада. То есть десантник какой-то ездил походу. Ну, так вот тут выглядит на порогах. То есть на низах крыльев, под молдингами. Ну, такими грубыми такими шурупами все это закручивали. Тут все в жуках. На дверях, соответственно, на порогах. Резина слабенькая. Тут тоже все так. Ну да, никто, кроме нас. Серебрянкой просто подкрашивалось это все дело. Ну, реально тут по кузову, конечно, он такой достаточно страшненький. Сутствует молдинг. Так, судя по мху, давно он уже достаточно стоит. Сейчас сразу давайте заглянем, посмотрим, что там с капотом. Ну, собственно говоря, что тут смотреть-то. Стандартный 1.9 фельксвагеновский турбодизель. Там, вот видите, все в районе турбины, в районе сапуна все сыренькое. Сейчас посмотрим, масло есть. Мотор-то, собственно говоря, тут неубиваемый, можно сказать. Один из лучших, я считаю, фельксвагена. Ну да, по дверям тоже по низам чуть-чуть есть. Механика. Тут что-то все выдрано. вся вот эта консоль с печкой со всеми... А, ну как бы вот сама печка есть, но панель выдрана. Там под бардачком тоже ничего нет. Руль когда-то был обтянутый кожей. Сиденье вот сами видите, какое. Ну, Рекаро написано. Ну и тут ничего нет. То есть, видите, ребята, так, скажем так, использовали его. Особо не жалели. То есть, ни сидушек нету. То есть, использовали как грузовик. Там какие-то вот непонятно, что это за плафоны какие-то. Ну, крыша еще нормальная. Потолок, в смысле, он такой грязненький. цена хорошая за 1400 долларов. Ну, с ним, конечно, тут и возни. Тут реально все это укомплектовать. Видите, вон, какой-то крыша тоже какая-то рыжая стала. Такая, как здесь, не знаю, там отмоется, не отмоется. В общем, идем дальше. Эскорт 1097 рублей в универсале. Уже тут он месяц, наверное, стоит. 4 924 Freelander. ЦЛК. Блин, ну вот, не вижу, ребята, закрылась. Берка, по-моему, он там 3500 или что-то такое он стоил. Кстати, он заводился, запускался двигатель, я слышал. 1555 рублей Civic. Рено 19 477 рублей. 3 700 Accord, тоже уценился. 1130 34 джигуль 679 рублей копейка, 756 рублей Рено 19 7 297 рублей. особо что-то я не вижу, чтобы что-то тут раскупалось так активно. С80 дизельный Вольво 14 Рено 19 в седании 440 А4 8035 3 200 3 400 не 3 240 34 1458 Mazda 1128 Fiat 491 Renault 19 6 612 Passat 861 Mondeo Mondeo 650 6 чуть-чуть уценилась 13 700 тут пока ничего не понятно Chrysler Voyager 3400, Golf 790 2700 это с прошлого раза новинка Opel Vectra 723 разукомплектованная Audi Almeratina 7500 по-моему чуть-чуть уценилась была в районе 7900 или что-то такое 492 рубля четверка пытаются завести того Мерса будут забирать ребята тентованного 587 рублей Ascon 1000 дракончик B2 пока не уценился Golf 3 1558 E39 6566 гонка красная блин а что-то шильдика не вижу или упала да там но не вижу ценника по-моему что-то в районе 1700 или 1800 рублей она была 1555 то есть уценилась это ох как тут так пасек 1749 1.8 лагуна 1157 премьера 1436 и вот ребята и вот ребята еще один Ford Galaxy но это уже рестайлинг 2001 год тоже дизельный и стоит он 8500 то есть больше 4000 долларов то где-то 4200 давайте посмотрим нехорошая такая вот это вот отметина то есть ну часто при сбивании какого-то пешехода похожая отметка ну я как бы не утверждаю но похоже то есть лобовое стекло однозначно под замену резина резина так себе жуки там вот видно на кромке над лобовым стеклом ну в остальном в остальном надо сказать более-менее он еще выглядит кое-где есть понятно сколы коцки немножко вот смотрите на кромках арок ну так он целый он целый ребята посмотрим по салону два ряда сидений сзади тут все на месте обшивки ну немножко вот провисший потолочек сзади ручные стеклоподъемники спереди электрические механическая коробка тут тоже вот выдернута вот эта вот мультимедиа вместе с климатической установкой хотя может там и не было климата механические крутилки ну вот капот походу шпаклеванный потому что такое ощущение как шпаклевка да и вообще он весь такое ощущение как уже крашен красился тут вот такое вот все поломанное засаленное сидушка еще более-менее такой пошарпанный пошарпанный сейчас заглянем сейчас под капот ох тут уже газовые упоры ну да ТДИ такой же собственно говоря такой же да такой же дизель масло в порядке там жижа есть может быть ремень присутствует ну в общем в принципе визуально так еще он более-менее но мне кажется все равно дороговато то есть больше 4000 долларов салон ухезанный не дальше идем лагуна 1400 фунтик 1600 и вот еще одна новинка рено сафран или сафран или сафран кому как больше нравится двухлитровый газ бензин 2204 то есть 1100 долларов немножко тут вот беда с бампером но он так вроде бы целый просто где-то за что-то зацепили я думаю что можно его поставить на место оригинальное литье рено хорошая зимняя резина шипованная даже значит что у этих рено какие болячки собственно говоря так же как и на лагунах вот задние арки пороги есть спойлер ага вот так вот тут стоит газовый баллон не очень это удобно на мой взгляд лучше было конечно его в запаске разместить но тем не менее обстановка похоже голландская вообще машина сама по себе неплохая ребята очень комфортная то есть посмотрите какой велюровый салон прикольные такие коврики отстегивающиеся сзади правда обычные механические стеклоподъемники спереди электрические вот такой вот интересный тут подлокотник он же бардачок тут что-то взорвано не знаю не знаю почему сидушки сидушки уже так достаточно сильно продавлены механика какая-то магнитолка но сама по себе машина очень комфортная двигатель вот этот вот двухлитровый он по-моему сегодня память не изменяет от концерна volvo то есть вообще автомобиль очень комфортный мягкий ну да конечно салон салон уже так себе ну и вот климата нету просто ручные такие крутилки заглянем сейчас под капот блин тут два замка ну ребята боюсь что капот не откроешь это я дергаю он никак не реагирует они открылся ну да газ я смотрю стоит уже четвертого поколения то есть вот газовые форсунки масло масло на уровне не неплохой этот двигатель как бы еще раз повторяю несмотря на то что это написано рено это вольвовский движок двухлитровый достаточно экономичный надежный в принципе машина как машина за тысячу долларов почему нет мне кажется большой представительский седан сидушки это все можно поменять без проблем поставить другой салон так дизельный гадет 740 чуть-чуть уценился этот черный велсатис 6199 CLK 6669 по-моему тоже чуть-чуть уценился но все равно дорого Mazda это шестерка без мотора 3800 1000 уже стоит Cordoba уценилась 10057 Scorpion 829 9800 Land Rover Discovery тоже дорого поэтому и не покупает никто 1349 вот этот дизельный Citroën Xantin он без ключа от замка зажигания Escort 450 и вот еще такая появилась Mazda точнее ну судя по интеркулеру то есть это скорее всего дизельная Mazda да потрепала ее тут 626 96 года 2.0 дизель 988 рублей ребята то есть 500 долларов просто офигительная резина зимняя на литых дисках красивых таких ну вот смотрите какие тут видите тут грубо говоря какой-то был удар тут был удар опа короче порвали трос ребята да спереди тоже офигенная офигенская резина но вот видите тут тоже притертый удар нету ну бампер может и в салоне лежит я не знаю ну вот оптика где-то как между машиной или его зажимали может грубо говоря зажимали в клеще с двух сторон такое все видите зеркало полома да бампер бампер лежит в салоне видно что она облитая притом так вот не очень аккуратно все в потеках да вот ребята бампер не знаю удастся его там восстановить или нет есть задняя полка или крышка кому как больше нравится салон тканевый а так тут еще и на крыше не увидел сразу да короче на крыше вмятина вот так вот выглядит салон да стекло походу выбито ну скорее всего ребята это где-то скорее всего убегал кто-то кто-то от кого-то убегал потому что видите с двух сторон где-то его зажали с трассы скинули стекло разбили то есть где-то ребята пошалили ну что сейчас что-то будет или у форда что-то отхлебнет или трос порвется так ну что дорогие друзья вот такой вот был обзор сегодня очень холодно у меня наверное красный нос спасибо всем за просмотр спасибо за комментарии сейчас вы еще увидите скриншоты проданных автомобилей просто что-то я не пойму не помню что-то продали вообще или нет как-то не совсем сообразил и кому интересно сейчас пойдем посмотрим просил подписчик посмотреть вот этот зоншен вот этот вот китайский мотоцикл то есть увидите на втором канале все друзья всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok